Новости Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области, Калмыкии, Китай, Монголии и Якутии вновь в эфире. Это программа «Восточный альянс». В студии для вас работает Екатерина Бакшеева. И сейчас я познакомлю вас с новостями Забайкальского края за минувшую неделю. Здравствуйте! Особые приправы, привезенные из Поднебесной, оборудование и традиционные рецепты. Китайские полуфабрикаты из Читы готовятся стать лицом Забайкальского края на международной выставке форума «Россия в Москве». О небольшом заводе и его не совсем обычной продукции расскажем в сюжете далее. До 50 килограммов хрустящих свиных ушек в неделю. 20 лет назад тогда еще студентка Цзоухун вряд ли могла себе представить, что будет удивлять русских потребителей деликатесами из Китая. Поступила в Читу, чтобы выучиться на переводчика. Обзавелась русским именем Нина, с нуля освоила язык и здесь же познакомилась со своим будущим мужем, который тоже приезжал в Забайкалье по делам. Так и обосновались в краевой столице. Идея открыть свой бизнес появилась в 2018 году. Почти внезапно. Друзья к нам, когда приходили домой в гости, всегда говорили, что вкусное у нас блюдо. И мы вообще любим пельмени. Было время, не знали, чем заняться. Думали, ну почему не попробовать открыть цеха, попробовать сделать пельмени, может понравиться. Пельмени читинцам понравились и производство стало постепенно расширяться. Закупили и доставили из Китая современное оборудование и решили увеличить ассортимент. Так в продаже появилась мясная продукция. Многие звонят, говорят, кроме пельмени у вас что еще есть? А мы сами тоже любим это как террикотесы. Мы любим, они полезны для сустава, для кожи. У нас основные субпродукты свиные – это ушки, ножки, гуриные лапки. Раньше еще было рульки, сейчас просто сложно сырье, мы его вывели. И вареная ковядина, там у нас пока осталось 4 позиции. Команда здесь работает международная и, тем не менее, очень дружная. За соблюдением национальной рецептуры тщательно следят повара из Китая, которым активно помогают русские сотрудники. Валентина Спирина устроилась на предприятие сразу после открытия и ни на секунду не пожалела. Хотя, признается, сначала была сильно удивлена. Нет, не знала, честное слово. Не знала я, пришла, потому что они на по-русски говорили. Мне показали, как работать. Все, на следующий день я вышла. Ну, все, и вот я осталась здесь. На 6 лет я уже привыкла, я жестами. Я уже, ну, половину я уже понимаю. Эти китайские полуфабрикаты уже успели полюбиться забайкальцам и скоро будут поставляться в магазины соседних регионов. Не так давно продукции предприятия был присвоен товарный знак, сделанный в Забайкалье. А уже через две недели эти китайские пельмени отправятся в Москву, чтобы представлять наш край на международной выставке в форуме «Россия». Екатерина Пешкова, Анатолий Тюльнев, Восточный альянс, Забайкальский край. Пойти в библиотеку, чтобы почувствовать себя мультипликатором. Уже второй год в поселке Агинское успешно реализуется проект «Сказки из юрты». О том, как оживляют истории и для чего, расскажем далее. Такие яркие, живые и добрые мультики уже год рождаются прямо в библиотеке. Их герои – рисованные зайцы и барашки, пластилиновые верблюды, мышки из песка. Дело рук Агинской детворы, которая под руководством добрых наставников кропотливо изучает народные сказки. «Мы выиграли грант президентского фонда культурных инициатив. И на базе библиотеки создали интеллектуальную зону творческого досуга для детей с 6 до 14 лет. Вот мультстанок купили, световой стол для создания мультипликации из песка, канцелярские товары мы все это закупили. В рамках проекта в прошлом году мы создали три мультифильма». Сказку, выбранную для экранизации, сначала все вместе читают на русском и бурятском языках. Потом наступает время разделить обязанности. Кто-то отвечает за создание фона, кто-то за персонажей. Многое зависит и от техники исполнения. У кого-то лучше получается лепить, у кого-то – рисовать. Сожжение Аюровой досталась особая и самая почетная миссия – озвучивать тексты. В создании мультиков принимаешь участие? Да. Что делаешь? Для начала мы там читаем, а потом уже я озвучиваю. Сколько мультиков уже озвучивала? Вроде бы один, пока что. А какой он был? Про четыре брата – весна, осень, зима, лето. Самое сложное произношение, признается девочка. И это неудивительно. Ведь основная цель проекта – возрождение бурятского языка, который сегодня даже многие носители знают плохо. Сам процесс съемки тоже достаточно интересен и многоступенчат. Вот на занятиях мы нарисовали персонажей, вырезали. И вот на специальный клей наклеили части тела, да? Чтобы барашек ходил, надо чуть-чуть пошевелить, сделать кадр. Еще чуть-чуть сделать кадр. Это все ножки, конечно же. В среднем выходит вот 15-20 кадров. И это только на одно движение. На небольшой трехминутный ролик нужно и вовсе сделать не менее 900 кадров. Заканчивая один проект, команда сразу переходит к новому. И для съемки очередного мультфильма «Сказка» уже выбрана. Екатерина Пешкова, Антон Носов. Восточный альянс. Забайкальский край. Это были новости Забайкальского края. Увидимся уже на следующей неделе. Я с вами прощаюсь и передаю слово коллегам из Иркутска. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей информационной программы «Восточный альянс» в студии телеканала НТС Лада Рыбакова. Сегодня мы расскажем вам о событиях, произошедших в Иркутской области за минувшую неделю. Должна быть и безопасной, и вкусной еда в школьной столовой. Так у детей повышается настроение и появляются силы на новые учебные свершения. И тут важно мастерство повара. Областной конкурс среди этих специалистов прошел в Иркутске. Мои коллеги узнали, чем именно угощались жюри кулинарные мастера. Смотрим. Лук не доведет до слез профессионального повара. Помощь года тренировок. На этой кухне быстро орудуют ножами 15 школьных поваров. Они участники регионального конкурса мастерства. В Иркутск приехали из разных районов. Позвали на участие на конкурс поваров. Я первый раз участвую. Ну, нравится, все нормально, интересно. Вкусный конкурс продлится три дня. Сегодня вновь прибывшая пятерка поваров должна приготовить блюда из школьных столовых. Из условий стоимость обеда не может быть более 107 рублей. Причем участникам нужно приготовить не самый любимый продукт у детей – печень. Сегодня мы готовим обед комплексный в рамках школьного питания, который состоит салат оливье с майонезом собственного приготовления, суп-пюре из тыквы с гренками, печень в сметанном соусе, картофельное пюре и напиток компот из свежих яблок. Конкурс проходит в Иркутске уже третий год. Оценивают мастерство участников сотрудники техникума индустрии питания. Ведь для школьной столовой важен не только вкус блюда, но и соблюдение санитарных норм. Ведь кормят повара – детей. В первую очередь, конечно, мы ставим задачу подготовки и переподготовки поваров школьного питания. Почему на них обращается внимание? Потому что здоровье школьников, здоровье наших детей – это здоровье нашей будущей нации. И именно для того, чтобы повысить квалификацию поваров, мы позиционировали проведение на нашей базе региональных конкурсов поваров. Помогают оценивать блюда конкурсантов и студенты техникума. Свои голоса за самые вкусные обеды они отдают с помощью онлайн-сервиса. В финал выйдут только пять поваров. Ксения Бутина, Владимир Пинаев. Новости по будням. Три землетрясения за три дня были зафиксированы на Байкале на прошедшей неделе. И эти природные события вновь обострили серьезную проблему Иркутской области. Как показывают исследования, почти половина многоквартирных домов региона вскоре будет неспособна выдержать мощное землетрясение. Подробнее о ситуации расскажет Дарья Эйвазова. Всплеск на этом графике – землетрясение. В год сейсмографы регистрируют в Иркутской области и соседних регионах десятки тысяч подземных толчков. Подавляющее большинство из них мы не ощущаем. Но наша область считается одним из самых сейсмоопасных регионов России. Существует даже специальная карта. Вся территория Российской Федерации разбита на зоны, где показаны максимально возможные сотрясения. Допустим, у нас Байкал и прилегающая область к Байкалу, там возможно сотрясение интенсивностью до 10 баллов. Но наши землетрясения сосредоточены в средней коре. То есть пока они дойдут до поверхности, они ослабевают, их эффект ослабевает. Чем дальше мы от эпицентра землетрясений, тем слабее сотрясение, которое мы ощущаем. Из-за возможности таких землетрясений к жилью в Иркутской области есть особые требования. Новые здания должны выдерживать подземные толчки в 8-9 баллов. Но что насчет тех домов, которые уже стоят десятилетиями? Эксплуатационные характеристики, они, конечно, снижаются. И со временем к вот этому физическому износу добавляется так называемый сейсмический износ. То есть вот эти мелкие землетрясения, которые постоянно воздействуют, воздействуют на здания. Сначала образуются там внутренние какие-то микротрещины, повреждения. А потом они со временем возрастают и, естественно, они уже проявляются где-то там на фасадах, на конструкциях, где угодно. Исследования зданий в Прибайкалье проводили ученые и эксперты из разных институтов, университетов и структур. Общий итог неутешительный. В регионе всего 46 миллионов квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Почти 20 миллионов из них не отвечают требованиям сейсмоустойчивости. Вопрос, что делать с этими домами, пока остается открытым. С одной стороны, их можно попытаться усилить. Если какие-то места разрушаются, значит, на это надо уделять больше внимания. Добавлять какую-то арматуру дополнительную или ставить закладные детали. В России с 2009 года существует федеральная программа по повышению устойчивости домов в сейсмически активных регионах. Однако Прибайкалье практически не получают по ней финансирование. И вряд ли получат в ближайшие годы. В ответ на заявку Иркутской области сообщили, что бюджет распределен до 2027 года. В год на всю страну выделяют 3,6 миллиардов рублей. При этом только нашему региону для реновации и расселения не сейсмоустойчивого жилья требуется около 2 триллионов рублей. Средств, заложенных на капремонты, для укрепления конструкции не хватит. А такого количества нового жилья в регионе просто нет. Теоретически их нужно все расселять. Но практически расселить их все одномоментно мы не сможем. Надо просто обследовать жилье, ранжировать его и далее предпринимать меры какие-то. Что вот этот дом нужно сносить завтра, этот еще постоит, а этот если подремонтировать, он будет еще стоять. Для этого нужно признать существование проблемы и составлять региональные программы для выхода из ситуации. Дарья Эйвазова, Виктор Шишкашин, Андрей Назаров. Новости по будням. Такие события произошли в Иркутске на этой неделе. Ну а мы передаем слово коллегам из Элисты. Спасибо, коллеги. Мы приветствуем всех телезрителей международной программы «Восточный альянс» студии национального телевидения «Калмыкия». Для вас работает Наталья Доржиева. Экспозиция «Калмыкия», расположенная в павильоне номер 75 ВДНХ, встречает многочисленных гостей Международного форума выставки «Россия». Красочная экспозиция, демонстрирующая богатую и уникальную культуру Степной Республики, никого не оставила равнодушной. Сегодня чудесный праздник, сегодня День народного единства. И я с большой гордостью привел своих друзей, коллег, депутатов, сенаторов на наш стенд «Калмыкия». Он выделяется, он необычный, он душевный, он о нашей родной республике. И ребята увидели, были приятно удивлены. И у нас тут, начиная от дронов, заканчивая кикбоксингом, стрельбой из лука, можно посмотреть VR. У нас один из самых таких компактно насыщенных технологиями и новыми решениями стенд. Ну, собственно, как и республика наша. Дорогие земляки, я знаю, что у всех очень насыщенные графики в Москве. У нас тут пробки, говорят, есть, сложно ездить. Но если вы приедете на ВДНХ, тут недалеко от метро, вы будете очень приятно удивлены. Здесь есть что посмотреть, здесь есть чем нам, калмыкам, гордиться. И это огромная страна, которую надо всем знать. Мы одна большая страна. И Калмыкия является красивым степным цветком этой чудесной страны. Приходите, вам тут понравится. Для всех желающих на стенде представлены различные активности, от развлекательных до опознавательных. Одной из самых популярных зон стал уголок старокалмыцкой письменности Тодо Бичик. Гости с интересом изучают этот уникальный алфавит и пробуют писать на нем. Особое внимание приковано к врачу тибетской медицины, который консультирует желающих по вопросам здоровья и знакомит участников форума с уникальными методами лечения, которые используются в Калмыкии. Очень красиво, напоминает о родине. Уже давно не живу в Калмыкии. Но езжу в гости своим родным. А так очень хорошо, очень колоритно. Мы сейчас попробуем и вот здесь, чтобы нам проверили наше здоровье. Из лука постреляем. Все обязательно попробуем. Нам все здесь интересно. Я вообще по роду своей деятельности очень много где езжу, но еще в республике Калмыкии не было. Я очень хотел посетить. Но теперь я вижу, что насколько много интересного в республике. Я думаю, что обязательно посещу и еще больше интересного увижу. Определили абсолютно верно, что у меня больное место в организме. Чисто по пульсу понравилось. Очень жаль, что мы далеко находимся от вашей республики. Мы и здесь проездом. А так с удовольствием вы посетили вашу клинику. Это все, о чем мы вам успели рассказать. А сейчас мы переходим к новостям из Якутии. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей информационной программы «Восточный альянс» в студии телеканала «Якутия-24» Сергей Михедов. Сегодня мы расскажем о самых заметных событиях в нашем регионе за минувшую неделю. В Якутии продолжается оказание адресной помощи участникам специальной военной операции членам их семей. На 1 ноября по республике оказано более 80 тысяч видов различной помощи военнослужащим и их семьям в виде бытовых услуг, льгот и денежных выплат. Кроме этого, помогают в трудоустройстве. 52 семьи получили материальную помощь на газификацию своего жилого дома. 195 членов семьи получили материальную помощь для выезда к месту лечения раненого военнослужащего. 365 участников специальной военной операции и 610 членов семьи прошли реабилитацию в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания нашей республики. 150 родителей получили возможность пройти санаторно-курортное лечение. Вместе с тем волонтеры начали сбор зимних вещей. Принимают в первую очередь теплые ботинки, одежду, носки. Также общественное движение «Якутия с тобой» продолжает сбор гуманитарной помощи. Действует добровольческий швейный цех. Шьют плащ-палатки, флисовые костюмы, теплые портянки и многое другое. Ежедневно трудится порядка 20 волонтеров. Они плетут маскировочные сети, делают обереги, окопные свечи и собирают посылки. Отмечу, что волонтеры ежедневно помогают и семьям мобилизованных, им оказывают психологическую поддержку, а также помощь на дому. Чтобы помочь бойцам, нужно обратиться в штаб помощи «Мы вместе» по адресу Рженикидзе-10 в Якутске. В рамках работы штаба у нас на сегодняшний день штабы «Мы вместе» работают во всех муниципальных образованиях нашей республики. Также в рамках движения «Якутия с тобой» ежедневно здесь в городе Якутске на улице Рженикидзе-10 работает пункт сбора гуманитарной помощи, где каждый желающий может оказать свою посильную помощь. И сейчас как раз таки вот в период зимнего времени мы объявили акцию «Теплая зима», где мы принимаем теплые вещи для военнослужащих. Якутские моржи открыли купальный сезон. На городском пляже в Якутске прошли соревнования по плаванию в холодной воде. Мужчины и женщины разного возраста преодолевали в проруби дистанции в 25, 35 и 50 метров. Подробности расскажет мой коллега Александр Хавренко. Когда на улице минус 20, а температура воды в реке всего плюс 2, городской пляж Якутска превращается в место встречи столичных моржей. Сегодня здесь прошли первые республиканские соревнования по плаванию в холодной воде. Участников было не очень много, но азарта и адреналина хватило бы еще на 5 таких соревнований. Участников у нас 12 человек. Это в основном моржи, которые постоянно у нас плавают, занимаются, закаливаем, спортсмены наши. Мы хотим проводить даже год два раза. Нынче в сентябре мы провели соревнования, там участников больше было, 21 человек было, а сейчас 12 человек. Мы хотим включиться к календарным планам республики Саха-Якутия по Министерству спорта и ежегодно по два раза в год провести зимнее плавание. Единственной представительницей слабого пола на соревнованиях оказалась Аида Егорова. Для нее это уже не первый заплыв в ледяной воде и год от года Аида работает над техникой и улучшением своих результатов. Ну, как бы я готовилась где-то на месяц, отрабатывала технику, у меня не было техники абсолютно. Видите, у меня язык заплетается, мороз дает о себе знать. Все здорово, я довольна. Ну, 53 было точно. 53, да, прошлая зима. Мы переодевались тут под открытым небом. Ну, все было хорошо. Как видите, все нормально. Арсентия можно назвать ветераном плавания в холодной воде. Можевать он начал пять лет назад. И, по словам самого спортсмена, плавание в холодной воде – это не только возможность преодолеть себя, но и способ релаксации. Это проявляется и в самом физическом состоянии, и психологическое как бы расслабление идет. Поэтому, ну, такая комплексная терапия. То есть вы бы посоветовали людям приходить, заниматься и участвовать в соревнованиях? Думаю, да, это надо развивать. Этим надо заниматься. И на это надо само условие создавать, чтобы постоянно люди занимались. Многие участники сегодняшних соревнований воспринимают их как разминку, как тренировку перед настоящими зимними соревнованиями, которые обязательно состоятся, когда столбик термометра опустится ниже 40 градусов. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Такими были наиболее интересные темы недели на телеканале «Якутия-24». Ну, а мы передаем слово международному блоку новостей. Бурятия занимает важную позицию не только как приграничная территория, но и как регион с давними историко-культурными связями с Монголией. На встрече обсудили целый ряд вопросов. Работа пунктов пропуска в Кяхте, Алтанбулак, Мон-де-Ханг в Тункинском районе и перспективы других пунктов, которые находятся на территории Бурятии. Сегодня строится туристическая инфраструктура республики, в том числе развивается туристическая инфраструктура на Байкале. И мы видим большие перспективы именно туристического потока. Причем туристического потока в обе стороны – из Монголии в Россию, из России в Монголию. Также видим перспективы направления Байкал-Хубсугу через Мон-де-Ханг. Уже сейчас Бурятия вкладывает средства в развитие особой экономической зоны Алтанбулак. Сегодня там построены производственные помещения для переработки масляничных культур и производства масла, которое будет поставляться в том числе и в третьи страны. И это уже будет массовое производство в Монголии. Образовательные программы, которые мы сегодня реализуем, даем возможность бесплатно учиться на учителя русского языка гражданам Монголии. И за свой счет это делаем. Это тоже наш вклад в развитие наших взаимоотношений. Вот эти культурные обмены, которые мы сегодня производим, это тоже поддержание добрососедских отношений и наших дружеских отношений с Монголией. Новые возможности откроются и в авиасообщении. Рейс Улан-Батор-Улан-Удэ-Санья-Пхукет уже в процессе обсуждения. На заседании глава Бурятии выступил с докладом о наращивании сотрудничества между субъектами России и Аймаками Монголии. Также он провел ряд встреч с губернаторами и бизнес-сообществом России и соседней страны. Мария Латышева, Новости дня, Монголия. Приветствую зрителей, коллег и друзей международной информационно-аналитической программы «Восточный альянс». С вами Сян Джунань и студия китайского телеканала CGTN. Культура этнических меньшинств китайской провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая богата и разнообразна. Чтобы привели еще больше туристов, местное правительство развивает сельскую инфраструктуру и организует ремесленные мастер-классы, что позволяет местным жителям зарабатывать, сохраняя свои культурные традиции. Мои коллеги продолжат тему. Уезд Либо-Тянь-Нань-Буймяосского автономного округа. Когда-то этот регион считался одним из самых бедных и отдаленных в Китае. Но благодаря правительственной программе переселения, которая началась еще в 1950-х годах прошлого века, местное население теперь проживает в местах с лучшей транспортной доступностью. Деревня Яушань на протяжении поколений была домом для народности Яо. Их традиции внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Самобытность Яо находит отражение в местной архитектуре и одежде, а также танцах и обрядах. Туристический потенциал региона большой, поэтому власти развивают здесь инфраструктуру, делая ставку на гостевые дома. Позаботились и о культурной программе. Гости деревни могут обучиться какому-нибудь древнему ремеслу. Эта дорога как разделительная черта. Если пройдете вглубь, то увидите, что около 80% исторических построек хорошо сохранились. Мы призываем местные общины сохранять традиционный уклад жизни. Что касается досуга, то туристы могут пройти здесь ремесленные мастер-классы. При этом закупку материалов мы берем на себя. В итоге все довольны. Хранители знаний получают доход, а мы вносим вклад в защиту их наследия. В 2006 году уникальные методы окраски традиционной одежды байку-яо принесли этническому меньшинству место в национальном списке нематериального культурного наследия Китая. Ван Диньин – хранительница этих редких знаний. Когда приезжают студенты или туристы, мастерица делится с ними опытом, предлагая освоить технику традиционного окрашивания. «Наша жизнь стала лучше. Раньше у нас было много работы в поле и на ферме. Одежду шили только когда на это было время. С тех пор, как нас пригласили работать здесь, мы получаем зарплату. Я занимаюсь любимым делом, создаю национальную одежду. И очень рада, что наша культура не будет забыта». В Сандо-Шуйском автономном уезде традиционно вышивка «Ма-Вэй-Сю» из конского волоса и каллиграфия на языке шуй также признаны национальным нематериальным культурным наследием. В последние годы местное правительство активно его популяризирует. Здесь открыли демонстрационный центр, где можно больше узнать о местных традициях и культуре. В планах – поставить всё на коммерческие рельсы. «После создания демонстрационного центра мы планируем заняться коммерческой деятельностью. Вышивку из конского волоса можно продавать как изделие ручной работы. Так вышивальщицы смогут получать доход. А об их уникальных навыках узнает больше людей». Китай делает ставку на защиту нематериального культурного наследия через развитие индустрии туризма. Сберегает традиции этнических меньшинств. Правительство улучшает качество жизни на селе. Очевидно, что этот опыт будет полезен и для других китайских регионов. Гун Мин, CGTN На сегодня это всё. Спасибо вам за внимание. И до встречи на следующей неделе в эфире программы «Восточный альянс». Редактор субтитров А.Семкин